В связи с тем, что на территории города образовалось значительное накопление бытового мусора, котельного шлака и других отходов с целью приведения улиц Красного Луча в надлежащий вид, на совещании рассматривался проект о проведении весенней акции по благоустройству в 2018 году. Назвали его «Порядок в городе. Начни с себя». Для его утверждения и внесения каких-либо поправок на совещание были приглашены начальник УЖКХ, председатели ОСМД, начальники коммунальных предприятий, директор по социальным вопросам ГУП «Донбасс-Андроцит», начальник сектора охраны окружающей природной среды и администрации, директор РЭК-1, директор ДРСУ, начальник КРУК Краснолучского горсовета, главный инженер предприятия «Чистый город-экогрупп» и торговый дом «Нефтепродукт», начальник Краснолучского департамента ГУП ЛНР «Луганский». А также собственники, владеющие торговыми рядами на рынках. На заседание явились не все приглашенные, но оно все-таки состоялось. Есть у нас ряд претензий, которые произошли буквально на 7 число. Они сделали подарок нашим женщинам, сорвали вывоз мусора в городе. Хотелось бы особенно сегодня с ними побеседовать и поговорить о том, что ни Протасов, руководитель «Чистого города», ни Неплюев, который сейчас находится на больничном, сегодня к нам не явились. Мы с этим вопросом разберемся. Направили мы письмо в претензию с ним о некачественном выполнении работ в данные дни. То есть с 7 числа по 12 число был сорван вывоз мусора по всему городу. Все контейнера были переполнены. Сейчас они начинают постепенно это выбирать. Ни администрация, ни служба 05 не были предупреждены об этом. То есть мы уже рассматриваем разные варианты, с какой целью это совершилось. Вроде как техника была у них и работоспособная. Что произошло, мы будем разбираться с руководством «Чистого города». Согласно данного проекта, за каждым ответственным лицом, руководителями предприятий, организаций и учреждений города закрепили сроки выполнения работ, объемы и их виды. Это ликвидация несанкционированных свалок, уборка мусора, приведение в надлежащее санитарное состояние дорог, улиц, скверов, площадей, остановок городского транспорта, очистка придомовых территорий жилых домов, детских и спортивных площадок, очистка парков от поросли, нанесение дорожной разметки и пешеходных переходов, текущий ремонт скамеек в зонах отдыха и их покраска, проведение мероприятий по озеленению города, ремонт колодцев, фонтанов и памятников. Также заместитель главы Сергей Соловьев призвал привлекать молодежь к данной акции. Давайте подключаем и нашу молодежь, потому что очень много именно было в прошлом году фондальских таких поступков, там разрушение фонтанов, лавочки, знаки «Я люблю красный луч». Когда человек сделает или восстановит это собственными руками, я думаю, потом у него рука уже не поднимется, сломать или разбить какую-то лавочку, или тем более там фонтан, который является достопримечательностью нашего города, или хотя бы хоть как-то украшается. Поэтому привлекайте молодежь, участвуйте полностью всем составом, отделами в акциях, и не только в те дни, которые обозначены этим распоряжением. Чистота и порядок должна быть везде. По белкам бордюр, я уже говорил, и уже пихая, и говорил отделам, готовьтесь к этому заранее. Назвав весеннюю акцию «Порядок в городе, начни с себя», работники управления жилищно-коммунального хозяйства призывают всех краснолучан начать именно с себя, не оставаться сторонними наблюдателями, а каждому в своем дворе и вокруг него убирать мусор, сажать цветы. Если есть рассада, поделиться с соседом, участвовать в общегородских субботниках. То, что сделано своими руками, разрушить не поднимется рука, отметили на совещании. Продолжение следует...